здравствуйте друзья вот сейчас стою любуюсь этими замечательными кленами я нахожусь на улице крымской напротив художественной школы детской сегодня у нас 5 мая 2019 года воскресенье и все вроде бы хорошо но что меня возмущает вот смотрите вас бы что здесь возмутило такой тестик небольшой а вот потому что стволы зачем-то побеленной белой известкой ну может не известкой может вода эмульсионка сейчас известку важнее найти причем если обратить внимание на растущие деревья которые идут вдоль дороги около дороги это сосны крымские сосны они не покрашены но в общем-то находятся дураки которые в общем-то и сосны красят потому что хотя сосны красить это очень тяжело потому что кора такая ну трудно там пробелить как говорится все эти вот прожилки это у нас художественная школа там значит скульптура мужчины он всегда такой был обнаженный вот недавно его на него надели типа фартука какого-то замотали ему так скажем ягодицы скрыли от народа ну что еще так ну ладно покуда у нас речь так сразу пошла об урбанистике то вот здесь смотрите здесь клёны как клёны красивые замечательные ну вот в парке же никому в каком-нибудь сквере не придет в голову пойти с ведерком с и звездочкой вот и начать красить в парке стволы деревьев ну сразу подумаешь что человек ненормален дурак человек вот а почему-то вот возле художественной школы ну покрасили вот это непонятно и так вот у нас все-таки много в россии дураков да все беды от дураков и и дорог она в общем то так и есть дорога это тоже показатель цивилизованности что ли ли зон цивилизованности населения и показатель уровня сознательности ну вообще жителей населения но об этом мы поговорим может быть в другой раз но вот идешь вот приятно же идти я вообще люблю в анапе клёны вот они только-только буквально несколько дней как полностью раскрыли свои листья и сейчас вот такой еще нежный свежий зеленый цвет у них сейчас я подхожу к скверу у пятой школы ну вот обратим внимание на дуб дуб тоже вот сук обрезали то он свистал буквально вот до самой земли я мог спокойно показывать листочки но сейчас вот подрезали этот дуб ну хоть не спилили и то ладно а то сейчас по россии пошла какая-то болезнь пилить деревья ну вот катальпа еще голая катальпа она позже всех сбрасывает листья и позже всех одевается в зеленый наряд каштан каштаны сейчас у нас в анапе благоухают цвету и вот здесь вот возле пятой школы их тоже несколько каштанов смотрите никого нет то сидели люди отдыхали сейчас нет никого и вот еще один каштан тоже замечательный красивый каштан берется тоже замечательно вот здесь же никому не придет в голову выйти с ведерком с кисточкой и начать разукрашивать деревья причем иногда их красят очень неровно вот тяп-ляп видимо какой-то начальник как его начальника этого назвать там дурагон дурагон да точно он гонит дураков вот и они бездумно бегут с ведерками с кисточками и начинают разукрашивать деревья ну совершенно дурацкое занятие я вот сразу представил такой я конечно уважаю людей и которые у нас находятся на излечении психиатрических больницах но знаете вот иногда есть и санитары такие и врачи мне даже один санитар рассказывал как они там порою просто издеваются над этими больными вот то их пугают там по коридорам то там еще что-то делают мне один санитар рассказывал такую историю он говорит я как-то иду по коридору а навстречу мне идут дураки а я говорит в белом халате в общем-то все знали что я санитар я говорит взял и начал качаться как пьяный но от стенки до стенки прямо говорит иду раскачиваюсь вот ему интересна была реакция дураков и вот он говорит дураки говорит так говорит прореагировали они так испугались и закричали санитар санитар здесь пьяный человек вот ну то есть вот они как то так вот сразу прореагировали то есть внешние какие-то признаки пьяного уловили а то что это их санитар можно сказать родной отец вот они даже и как-то не определили это церфис друзья вот церфис здесь очень красиво возле пятой школы он всегда цветет вот но нынче я пропустил он очень красиво смотрится когда еще нет зеленых листьев а он вот такими вот сиреневыми цветочками просто покрывает всю крону вот ну все вот она пятая школа здесь тоже тоже пытались белить а еще иногда знаете белят платаны белят допустим если растут чередуются платаны и сосны то белят платаны белят а сосны попускают почему потому что плату плата на ствол гладкий его легче побелить как бы волю начальника дурагона выполнить легче вот а белить вот тополь или сосну ну очень тяжело но попробуй как вот эти вот все как говорится коросты пробили вот ну и как красиво смотрятся клены когда они вот в первозданном виде и никому их они их не надо белить они этого не требуют и это какой-то абсолютно идиотский миф не знаю придуманный в советские времена в советские времена много чего много было придумано абсолютно такого идиотского вот вот там тоже смотрите три дерева и одно вот вот так вот испорчено а это у нас маклюры макомак маклюры их тоже очень ну я не знаю тяжело белить потому что у них тоже ствол такой у них вообще сам ствол по себе очень красивый вот ну и я всегда смотрю он так прямо такими вот как будто бы карабута бы плетения у коры а потом раз и тут взял ну какой-то дурак побелил ну зачем вот клены вот клены и вот ну любо-дорого посмотреть и то вот там взяли у школы художественно побелили друзья мои вот может кто-то смотрит меня из разряда чиновников начальников пожалуйста не отдавайте вот таких дурацких приказов не посылайте им не будьте дурагонами не гоните своих а якобы дураков которых вы за людей не считаете с ведерками и с кисточками красить красить деревья не надо пусть они будут в первозданном виде красиво вот как вот на той стороне на той стороне вот портят только все машины а а деревья вполне так себе даже ничего или вот допустим тоже маклюра тоже было бы гораздо хуже если бы она была покрашена а там вот покрасили видите плотам покрасили вот видимо я сейчас замечаю смотрите вот это вот детский сад а там была детская художественная школа и видимо идет все таки из управления ну какого-то я думаю образования что ли то есть дается команда каком как каким-то начальником дурагоном что нужно значит покрасить все деревья ну уважаемые начальники чиновники ну не давайте таких команд ну я не знаю где у вас в какой инструкции какой еще у вас там этот софтнарком издавал такой указ чтобы красить вот так вот деревья ну смотрите ну все покрашено тополя пирамидальные тополя смотрите все покрашены свеженьким свеженькой белой краской зачем вот смотрите вот скверик Маша его называет волшебный лес тут прекрасно растут деревья и без всякой покраски без всякой покраски растут деревья смотрите красиво растут они как действительно напоминают лес потому что смысл вот этих всех скверов и парков это как бы в городскую среду внести кусочек такой дикой природы ну чтобы вот прочувствовать что ты живешь не в каменных джунглях а все таки есть природа и она красивая и ну вот смотрите вот тут ну здорово же да ну здорово почему надо на территориях школ детских садов и художественных школ красить деревья ну что это за такое ну выбросите эту инструкцию забудьте ее забудьте не надо красить деревья больше вот запомните это не надо красить деревья кто сказал что это красиво что это парадно выглядит я не знаю в армии может быть там тоже в свое время отдавали такие команды там и траву красили я знаю вот поэтому поэтому давайте будем благоразумными вот тут же никто тоже не покрасил это улица крестьянская возле дома 27 кстати друзья мои я сдаю квартиру в мае июнь у меня занят также квартира свободна в июле августе сентябре и в октябре в мае тысяча рублей в сутки приезжайте вот живите еще время есть квартира готова полностью к проживанию июнь ну я сказал уже занят июль 2300 рублей август 2500 до 15 августа потом 2000 в сентябре полторы тысячи ну и с октября месяца помесячно пожалуйста если кто-то на длительный срок приезжайте вот здесь вот будете жить вот такой вот у нас двор и в следующий раз если вы напишите мне свои комментарии то я проведу вас вот от этой двери прямо до берега моря кому понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал всего доброго до свидания